Я неофициально в Крыму нахожусь. А можно узнать, откуда вы, нет? Я из Франции. Вы из Франции? У вас сильный акцент такой французский, да? И как давно вы здесь? В Крыму имеете ввиду? Да. Ну почти два месяца уже. Ну как вам ситуация в Крыму, лучше, чем во Франции? Ну конечно лучше, да. А когда в Франции последний раз было? Во Франции последний раз было до февраля. У вас тут дела, бизнес какие-то? Здесь нет, здесь отдыхаю. А, отдыхаете? Я в Москве обычно живу. Как у вас с работой? Не просел ли заработок? Стало ли хуже зарабатывать? Нет ли там каких-то проблем? Да я все равно не зарабатываю. А, вы не зарабатываете просто. Он тратит. Я в России тратит деньги, да. Для него папа заработал когда-то, да. А вы как считаете, откуда вообще вирус появился этот? Откуда вирус? Да. В России откуда или вообще в смысле? Ну вообще в мире откуда он появился? Говорят, что из-за... Из летучей мыши. Из летучей мыши? Ну да. Вот Оззи Осборн сжирал душей. А не от животных случайно, нет? Ну там от коров там не передалось человеку? Нет. Нет, от коров этот ящер передается. А, это очень сложный вопрос. Такой вопрос, что частота 5G передает коронавирус. Не слышали такое? У нас есть 5G вообще. Кстати, возможно. 5G. После 4G, 5G. Сеть? Которую запустили в Китае. 4G, 5G. А, ее в Китае запустили? Ну да. Это скоростной интернет такой получается. Прям в ухо не запустили. Ну... Да нет, это бред. Как вообще сеть может передавать какой-то коронавирус? Есть такие conspiracy theory. Это бред. Конспирологические версии? Да, да, да. Нет, нет. Ну а как вообще в Ялте? Вы с Ялте, да? Да. Мы сейчас хотели бы с меня там прокат самокат. Это очень бред. Самокатов нет. Отдыхающие все самокаты разобрали. Местные не начали кататься. Так много отдыхающих в Ялте получается сейчас, да? А отдыхающие кто? Откуда отдыхающие? Я регулярно стою в пробке из москвичей. Москва. Москва-Питер? А сегодня еще Симферополь приехал. Так а нет же самолета? Вроде самолеты отменили. Есть самолеты. Летают, конечно. А всех на обсервацию посылают? Нет? По новостям. А ты когда прилетел сюда? Ну месяца, полтора месяца назад это примерно. Из Питера, да? Вот как раз да. Летают же самолеты. Но тогда был всего один самолет в сутки. Из Питера? Да, один. А из Москвы четыре рейса в сутки? Ну их раньше тоже четыре из Питера было. Все отменили, один только оставили. Из Москвы было раньше двадцать. А теперь четыре. Я летел пол самолета пустые было. Да? Да. Ну местные в основном говорят прилетать. Нет, они рекомендуют две недели посидеть. И если тебя поймают в городе, и ты не отсидел эти две недели карантина, то у тебя обсервацию закроют. А по мосту проезжают за пять тысяч штрафов. Пять тысяч заплатил, поехал. А, вот так можно даже? Ну не все машины остановят, которые остановят, допустим, нет у тебя прописки. Ну штраф и поехал. Ну никто никого не разворачивает и никто не запрещает. У нас здесь конституцию не нарушают. У нас здесь конституцию читают. Вы из Ялты, да? Да. Вы вот не слышали, как вот сейчас вообще в Ялте с туристами, как люди приезжают, не приезжают, вообще сдается ли жилье, то есть в этом смысле? Ну, поток, конечно, меньше стал, потому что люди все-таки самоизолируются, стараются соблюдать, так сказать, меры предосторожности. Ну, в Крыму таких вот массовых вспышек не наблюдаются, потому что средства и массовой информации, и медицина сама, она бы информировала население. Я сам врач по специальности. Знаете, дело в том, что в Крыму традиционно, будем говорить, исторически была налажена медицина, потому что люди приезжали сюда лечиться, восстанавливать свое здоровье, реабилитироваться и так далее. Крым сам создан для того, чтобы здесь медицина развивалась. Это было еще замечено до революции, когда здесь была большая сеть организованной частных, добровольных, противотуберкулезных санаториев и так далее. Поэтому в Крыму медицина... А сейчас правительство выделило большие средства на реконструкцию или в Одесской больнице и поликлинике. Так что мы спокойны в этом отношении. Да. Я сам живу сейчас в Симферополе. Приехали в Ялту отдыхать. Как только маршруты открылись. И когда открылись? Я не знаю. Вот как автобусы пошли. На днях начали ходить? Да, да. Мы сегодня приехали на автобусе. Правда редко ходят, но в принципе достаточно. А чем занимаетесь вы деятельностью? Я работаю фитнес-тренером в Симферополе. Фитнес-тренером? Да. Мистер Анатолий Смирнов. Как? Мэр Анатолий Смирнов. Ну, хорошо. Если что, зайдем посмотрим. А скажите, вот получается сейчас такая ситуация была со всеми этими вирусами, там закрывались. Вот как фитнес-тренеры почувствовали, что... Конечно, конечно. Во-первых, пришлось своих подопечных, кто смог переводить на онлайн-тренировки. Но пришлось, думая, какой арсенал был, докупил, какие-то жгутики, гантельчики. Парни и девчонок тренировали. Сейчас по чуть-чуть открывают парки, ну, как по чуть-чуть, какие-то площадки в Симферополе. Мы иногда там вдвоем, троем, может, собираемся, тренируемся, кто хочет, кто занимается в парке, то есть поддерживает физическую форму. А финансы просели только у многих, да? Ну, конечно, у многих людей. Кто на бюджетных, возможно, у них чуть-чуть получше, ну, то есть в финансовом плане. Кто, у кого заработок зависит, там, например, да, какой-то ресторанный бизнес, они не могут заниматься. Ну, как-то помогаем. Сейчас много приложений, они как-то занимаются. То есть правильнее всего весь год быть спортивным человеком. А скажите еще такой вопрос. Вы ехали в общественном транспорте, получается, да? Да. А как сейчас там в общественном транспорте вообще дела обстоят? То есть там маски, рассад какая-то специфическая или как-то там заторы какие-нибудь, может, есть там, не знаю, нет? Маски, ну, да. Когда ты заходишь в автобус, у первых попросили одеть маски, ну, едешь в масочки там. Хотя она, когда продавала билеты, она говорит, места не рядом, мы продаем шахматам порядки. Здравствуйте. Вы из Ялты, да? Живете здесь? В Ялте. И как в этом году из Ялты с туристами? Ну, как? Как везде, так и у нас, конечно. Ну, говорят же, что вроде как в Европу не полетели, значит, в Крым полетят. Нет такого? Да, полетят сюда, да. Потому что у нас спокойно, более-менее. по сравнению с городами, с районами. В Ялте с туристами семья большая, можно сказать. Дети, внуки, и правнучка уже, так вот. Ага. И тут уже... Так вообще родственники жалуются на то, что стало меньше заработка, вот это все, нет? Ну, мои все работают. Нормально сработают, да? И дети, да. И дочка работает, и дядя, и внук, так что... Ну, а вы как в этом году не болели? Нормально, все со здоровьем, все хорошо? Было, но... Я уже пожилая, конечно, очень пожилая, можно сказать. Так что давление. Ага. Давление у нас резко скачет вот от атмосферы. Атмосфера, да. Атмосфера, да. Поэтому у нас старый. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Крыма, да? Да, из Симферополя. Симферополя. Как сработает сейчас эта ситуация, которая происходит у нас в стране с вирусом? Там есть работа, все нормально или что-то? Ну, как везде. Где печально, где более-менее весело. А друзей знакомых делать у вас нет, которые, как бы, в курсе там, ну, того, как сейчас тут курортный сезон вообще в Крыму? Ну, курортный я узнавала. Ну, если верить, сегодня на сайте я подшла, что на 10 миллиардов уже забронировали по южному берегу отели. Может это назвать? Да, но у меня дочка с зятем айтишники. Айтишники самые козырные, как говорится. Мы сами айтишники тоже. Я удаленно работаю в программе. Да, все, работы полно. Это у меня хобби такое. Нет, отдохнуть некогда. Вот выехали только на 10 часов. Айтишники 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 Айтишники